ЗАЧАШЕЧКАЙ ЧАЯ У меня работа на работе Когда я прихожу с работы Я отдыхаю пару часов Иду опять на работу Я уже себя изнашиваю Вот записываю вам подкаст в четвертом часу утра Чтоб вы его услышали Чтоб вы не пропустили Чтоб вам было что послушать За вашими какими-то делами Хобби В общем для тех кому нравится Друзья мои Не буду я тут сегодня слишком экспрессивным Потому что соседи Да и вообще сам немножко спать хочу И самое удивительное Что пока я это пишу И мне сегодня еще это монтирует Вы это сегодня уже увидите Вот в день Когда вот выложу Вот в этот же день я и записываю Мне еще в 9 утра вставать Угадайте куда На работу блять Как-то так дорогие друзья В общем Ну что начнем наш разговор У меня просто была адская неделя Неделя ужасов Неделя без отдыха Сначала я думаю Что все закончится числа четвертого У меня были рабочие съемки Потом у меня были съемки Ой Потом у меня были съемки эти Как его На телевидении Потом начать снялся на телевидении Потом мне надо было Снимать на теплоходе Короче Хотя по Москве реке В коих-то веке покатался Знаете как красиво по ночной В Москве Кататься Ууууууууу Там прям вообще Виды крутые Ребят Я Я сам так-то Никуда не выбираюсь Я уже говорил Да Это как бы Один Ни с кем Короче не вожусь И Никуда не хожу И вот в кое веки Так на работе В рабочие моменты Я Успеваю Наслаждаться Немного такими вещами Потом Подготавливается Один проект У нас Одним чуваком не знаю сейчас не будут говорить ничего там возникли некоторые траблы мы их решили но в общем будет скоро анонс проекта вот давайте даже расскажу с кем я его готовлю готовлю я его с бэт комедианом да вот мы вместе с ним мутим крутейший проект вот будет очень здорово будет постараемся сделать это качественно вас должно порадовать он будет не юмористическим мы там будем с вами разговаривать и ну он будет нет он будет он будет забавный то есть там будут шутки как бы ттп но это не чисто юмористическое шоу где в этом в общем все узнаете чуть попозже надеюсь вам понравится обязательно размещу и ссылочки и и так далее тому подобное на все когда это выйдет вот собственно говоря что у нас еще продолжим с вами играть время на лиджинс который у нас просто не хочет заканчиваться не хочет прекращаться но но я как бы не сильно тороплюсь его заканчивать не игра очень приятная за ней прекрасно проводить время надеюсь на вам тоже нравится красочный платформер мы обязательно после него сделаем передышку с платформерами запустим какую-нибудь другую игру возможно блять я наконец-то запущу консоли мы поиграем в хэви рейн господи я очень хочу это сделать last of us heavy rain их дохрена эксклюзивов ребята я постараюсь это сделать до до того как мы закончим рейман чтобы когда рейман луп закончился мы сразу перешли на эти игры постараюсь постараюсь все отладить я больше больше расскажу техническую часть я уже закупил всю и осталось совсем немножко ну почти тихо почти все там некоторые вещи доделать вот и в принципе все играем с вами happy wills вот так вот да кстати говоря вот я и ответил на вопрос почему выпуски иногда сбойно выходили там знаете по одному там выпуску там бывало было не выходило ребят извините извините пожалуйста я устаю устаю времени не хватает я иногда вам записываю прямо вот перед выходом на работу кстати на самом деле взять как это сложно приходится вставать из-за этого вот те кто работают меня сейчас девчата и мужики поймут вот прикиньте мне завод тебя в тебе допустим надо вот я себя прям к тебе обращаюсь именно к тебе вот тебе допустим на работу встать там восемь чтобы доехать да вот восемь утра на стать тебя а вот нет короче стоит на полтора два часа еще раньше времени когда то есть если на работу в семь или восемь мне приходит вставать в шесть или пять утра чтобы я оклемался умылся принял душ почистил зубы все это сделал не в дикой спешке после этого я и сажусь записываю надо еще более-менее бодрое состояние себя приводить при записи перед записью и потом я иду на работу с работы прихожу опять корочки дела сегодня вообще был чумовой день я перед выходом надо было озвучить одну одну вещь вот я на 4 озвучил потом я бежал по делам на работу я с работы пришел озвучил потом опять работа всплыла но слава богу уже из дома я поработал потом опять какие-то дела потом все записывать короче просто голова раскалывается друзья мои вот и не знаю что с этим делать надо 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 больше отдыхать иначе сергей откинет копыта когда-нибудь хотя он и не лошадь ладно а в принципе больше ничего особенного у меня не случилось ничего не происходит все вроде бы остальное в порядке и нормально я думаю самое время перейти к вашим вопросам тем мы или другим вещам которые мы с вами обязательно сейчас обсудим вот поэтому поехали мои дорогие друзья и так миша лавренчук спрашивает здравенько здравенький здрав здоровичка тебе серега да чувак вот миша ты прям как знал тебе тоже здоровье всем вам дорогие друзья вот здоровье да важная штука а у меня к тебе такой вопрос слушаешь ли ты музыку на обычном ширпотребе или же ты приверженец качественной техники и звука будь то портативный 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 блять портативный плеер с хорошими наушниками или хорошие наушники плюс хорошая звуковая карта да я приверженец качественной музыки у меня внешняя звуковая карта моду у меня хорошие дорогие наушники и так далее и тому подобное я люблю качественный звук качественную музыку чтобы насладиться ей в полном объеме многие меня поймут что вот если вы послушаете какой-нибудь трек на коммуне за говне ну как бы но окей а потом включить его на качественной аппаратуре их причем вам может не понравится допустим на каком-нибудь ширпотребе но вот включить его на качественной аппаратуре и сразу таки вау типа блин какой крутой трек вы услышите каждый звук каждый каждый там переходик и вам будет это нравится это круто вот поэтому да я люблю слушать музыку на качественной аппаратуре вот так вот а значит влад шкаля ринг пишет тебя не смущало гнать матом при маме когда играл в outlast нет абсолютно не смущало значит люди как у которых слишком натянутые отношения к матершине на самом деле скрывают блять как бы объяснить чтобы таскать ни у кого пукан не бомбанул на эту тему я не буду даже объяснить про скажу скажу так ни одного нормального человека мат не может раздражать настолько чтобы он брыжу пены изо рта и орал о господи томат это все наигранная ебаная лицемерная хуй и тень это убыть не может что касательно мата при маме мы все взрослые люди и если вырвался мат ничего страшного не произошло только долбоебы опять же на реагирует на мат типа узнать есть такие люди к этому скажут скажет блять и все таки таки типа блять сказал на самом деле это гнилые люди эти такие твари которые прикрываются вот такими вот вещами я уже говорил о вот таких морал фагах у блюдских вот что это самые твари и лицемеры вот это вот из таких же абсолютно пластов при этом я ни в коем случае не говорю что ругаться матом это нормально безусловно желательно поддерживать речь без паразитов культурную речь и мат хорош но хорош к месту вот не надо его использовать просто вот вы с кем-то на работе говорить или с друзьями вы бля ёпта нах ебать блять сука бля вот чтобы ну вот этого не надо делать надо нормально разговаривать вот но опять же те кто против мата долбоебы просто лицемерные вруны морал фага просто врутся врут просто в открытую в глаза поэтому ненавижу таких людей и презираю их значит денис коротин наверное так привет сергей знаешь ли ты что такое битбокс и слышал ли ты в живую понятия не имею что такое битбокс впервые слышу прожил 24 года и не знаю не знаю никогда не слышал в живую что еще за глупость это все существует блять битбокс и название странно глупый вопрос но да конечно я знаю что вы битбокс денис но ты наверное еще юный ну да ты еще ты еще просто очень юн ясно вот конечно и слышал в живую крутая штука но должна быть качественно исполнена как любая музыка поэтому все зависит от исполнения а кирилл елисеев пишет серёга как ты относишься к сейнс роу и играм этого жанра плохо отношусь не сейнс роу ну блин там побегать на один два раза ну то есть ну и все я не знаю ну достаточно бесполезная игра я не люблю такие игры вот и не очень хорошо к ним отношусь поэтому я стараюсь их пропускать арина савицкая пишет привет сергей как ты относишься к за к такой зависимости людей от соц сетей просто вк недавно перестала работать и у всех бомбанула какое твое мнение по этому поводу спасибо за отличное прохождение игр веселишь каждый день удачки тебе и много подписчиков здоровья и конечно вдохновение большое спасибо арина и у тебя очень интересный вопрос стоит заметить касательно знаете зависимости от соц сетей соц сети очень полезная вещь вы знаете она дайте наверное любая полезная вещь это все-таки палка о двух концах который имеет под собой куча плохих какие-то последствий куча хороших давайте о хороших соц сети объединяет людей делают их добрее как бы это странно не казалось делают их добрее дружелюбнее к другим более социально активные позволяют им раскрепоститься избавиться даже каких-то своих комплексов и так далее и тому подобное в общем весь такой социальный план захватывает но социальные сети одновременно и как-то не странно убивают то самое общение они его начинают заменять они это причем не голосло они начинают его заменять они начинают подменять плюс это еще один дополнительный механизм отупления слабых умов или пустых сосудиков как я их называю а людей которые не имеют свое мнение и любую первую встречную более-менее уверенно и как бы логично сказанную точку зрения воспринимают на веру резко наполняются ей и несут ее по жизни все время хотя на самом деле заразились и не имеют понятия вообще что это такое но зато очень любят про нее попиздить это примерно из разряда ты что гоголя не читал знаете есть такие люди опять же о лицемерах в нашем мире очень чаще замечают такую вещь что вот есть прям список который гарантирует из тебя нормального человека то есть гарантирует после того как ты выполнишь те пункты в этом списке гарантирует что ты станешь нормальным человеком в глазах общества что для этого надо? для этого надо изучить обязательно какие-то классические литературные произведения узнать то-то, то-то, то-то и все ты типичный образованный человек в кавычках образованный естественно вот и очень-очень круто вот такие люди любят апеллировать цитатами из книг литературы как правило даже они эти книги в основном не читали полностью а вычитали какие-то цитаты и такие цитируют там и такие а как хорошо ведь сказал помнишь это ну они когда начинают эти цитаты говорить и так далее как правило они вас уже прощупали и примерно понимают что скорее всего вы с ними не знакомы для чего это делается? когда вы говорите блять я не ебаю что это такое они говорят ты даже Гоголя не читал ну почитай и знаете такие уже снисходительные к вам они как бы выше вас стали и такие между собой такими же начинают обсуждать какого-нибудь там парня или девчонку даже Гоголя не читал что вы от нее хотите или от него долбоебы такие тупые лицемерные мрази абсурд дегенераты вот и к чему я это так вот про таких людей и такие соцсети отупляют их еще больше теми же цитатками и так далее вот ну вообще любая любой СМИ да вот такое средство массовой информации как социальные сети телевидение палка о двух концах вот поэтому зависимость плохо зависимость от чего-либо плохо только если это не от ваших родных и вы их любите знаете зависимость от любви к своим родным не к вашей бабе или девчонке или вашему молодому человеку вот я уже говорил на эту тему что чтобы он стал родным действительно этот человек ваша вторая половинка должно очень много времени пройти то что вы с ним там занимаетесь любовью и так далее и тому подобное это вообще ничего не значит поэтому я сейчас говорю именно о родных маме и папе хотя даже не у всех они могут считаться родными потому что мама и папа часто могут себя вести как ужасно у кого-то мама наркомана папы алкаши и так далее это люди недостойные уважения то что они вас ну извините за грубость выражения высорли да из себя и когда-то перепихнулись просто не использовав гондон как правило такие дети рождаются только незапланированными вот им из-за этого уважения никакого не должно быть как бы это страшно не звучало это правда родители надо уважать то есть за отношения к себе родить то дело не хитрое и вашему отцу с вашей мамой с вашей мамой переспать тоже дело не хитрое пока они были молодые а вот воспитать из вас человека относиться к вам с любовью привить вам правильное воспитание вот это заслуживает уважения таких родителей надо уважать любить и носить на руках а знаете сколько повысирали из себя не занимаются вот у них растут ублюдки тупорылые алкаши блять наркоманы долбоебы прочие ну и какое уважение таким какое можно уважение испытывать к родителям которые не смогли воспитать хорошую социальную единицу хорошего члена общества образованного умного воспитанного с правильным суждением воспитали какую-то прошмандовку кто-то по клубу вон бегает сутками кто-то пивасик лечит ну таких и такого генного мусора по всему миру никакого уважения родителям такого ребенка нет есть исключение когда дети прям совсем неуправляемые и родители прекрасные но никак не могут повлиять на ребенка но не всегда нас всех уродуют наши родители семьи поэтому как правило все идет оттуда в любом случае вот странное да у меня отношение к вот таким вещам но как бы это жестоко не звучало это это верное отношение на самом деле это не потому что я такой говорю только верные вещи считаю это с какой стороны не посмотря но верное я уже причем объяснил когда оно как почему оно верно и когда оно бывает неверным вот ладно едем далее а Денис Филатов пишет ты задержал гугл насильника это про смайли нет не задержал наверное уже не задержу Ромка умрихин Серега как ты представляешь себе в будущем блогер в старости по-моему уже был такой вопрос да я уже отвечал проехали а так Павел Жилин пишет в прошлых подкастах ты говорил что путешествовал бы даже в самых бедных странах но ты не боишься всяких паразитов и переносчиков их переносчиков комаров или мух в бедных или жарких странах как в Африке она всякий шит болезнями переносчиками за раз безусловно все страны красивые даже сама Африка или Индия но стоит ли полагаться на удачу ради того чтобы познакомиться с новым народом и посмотреть на красоту фауны и флоры хороший вопрос на самом деле есть конечно какие то прививки наверное в особо опасные зоны я бы конечно не поехал насколько бы не хотел потому что сладость сладость наслаждение вот это вот от эстетики, которую ты почувствуешь или познакомишь с тобой культурой, не стоит жизни твоей. Безусловно, жизнь перевешивает. Поэтому в особо суперопасные места я бы не поехал. Вот. Но как там немного опасный, я не знаю, ну где шанс немножко поменьше сдохнуть, почему бы и нет. Вот, я бы посетил. Вот, поэтому так вот. Но в особо опасный бы не поехал, конечно. Нет. Так. Я и вдали. Ой, свинься. Это я так зеваю. Я, знаете, креативный зевун. Я зеваю постоянно по-креативному. Каждый мой зевок отличается от другого. Девки Сергея. Заказывайте на ректон. Я не знаю, ночью будете слушать. Как я зеваю, репетирую. Такие. Так. Никита Немков пишет. А когда будет побольше народу? Есть вероятность, что когда будет интерактив, мы все дружные братья и сыграем в Battlefield 3? Нет. Нет такой вероятности. Если будем играть, то Battlefield 4. А так вот. И навряд ли она слишком требовательная. Посмотрим по ситуации. Обязательно проведем опросы. Может быть, даже серию опросов. Чтобы максимально охватить количество игроков. Вот так. Может быть, если там будет прям совсем духуя желающих, мы прям отдельный сервис создадим, где будет только Чайное Братство. Знаете, так запускать его на разочек, чтобы, блядь, слева и справа были только Чайное Братство. Едем далее. Костян Изотов пишет. Какой фильм ужасов тебе больше всего нравится? И какой для тебя самый страшный? Бля. Бля. Ты знаешь, я не помню, к сожалению, самый страшный фильм. В детстве меня вставляли дохуя. Вот там Нечто фильм или как-то так. Потом Фредди Крюгер меня вставлял. А сейчас меня ничего не вставляет. Вообще. Абсолютно ничего не вставляет меня. Я абсолютно ни на что. Не это. Не боюсь. Поэтому не знаю. К сожалению, наверное, никакого нет суперстаршного фильма для меня. Игры есть, фильма нет. Так. Так, 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 так. Руслан Механошин пишет. Привет, как дела? Нормально дела. Уставший, вот как видишь. Руслан, сижу с вами, болтаю. Ну, это приятно даже, когда ты уставший, дорогие друзья. Приятного чаепития тебе. Кстати, блядь. Я такой мудак. Я традицию опять пропустил. Вы знаете, в первом ролике сегодняшнего дня я тоже пропустил традицию в самом начале. Но я потом ее сделал. И тут то же самое. Спасибо, что напомнил, Руслан. Так сказать, не напрямую. Давайте на счет три. Раз, два, три. С ночным вас вручаем, друзья. Так, ну, а мы продолжаем. Так вот, приятного чаепития. Вопрос для этой рубрики. Есть ли у тебя какие-то комплексы, и как ты борешься с ними? И будет ли еще... Так, ладно, это уже по другому проекту. Значит, конечно, есть комплексы. Вы знаете, комплексы есть у всех. Абсолютно. С каждого есть свои тараканы. У каждого есть по поводу абсолютно разных вещей. Люди такие существа, что научились загоняться по абсолютно... По абсолютно ебанутой хуете. Вот там веса своего, там неправильные ноздри, некрасивых глаз, бровей, там еще... Вообще, 99% на самом деле комплексов связаны с внешним видом. Вот. Поэтому, есть ли у меня комплексы? Ну, были комплексы у меня раньше. Я... Блять. Как бы даже... Не знаю. Знаете, по-разному были комплексы. Бывает, тебе прям жестко не нравишься. Короче, там, типа... Считаешься, там... Не знаю. Слишком хуёвым. И внешне, и... И по-другому. А сейчас... Сейчас, наверное... Может быть, вот те и старые комплексы и сидят какие-то. Я их там не помню-то и все, не знаю. Ну, тоже какие-то с внешним видом, наверное, связаны. Они просто все, в основном, у всех людей такие. Вот. И... Сейчас... Не знаю. Сейчас у меня их нет. Ну, то есть... Как-то не знаю. Сейчас просто у меня все окей. Я... Как бы... Каких-то жизненных комплексов, которые... Там, в плане социального общения или каких-то других вещей у меня нет. А в плане внешнего вида, которые были, ну, это было очень давно. Они все прошли давно. Так получилось, что я... Кому-то, бывает, нравлюсь, прикиньте. Как-то непарадоксально. Внешне. И... И поэтому как-то да и пофиг. Да и отношение у меня просто ко всему сильно изменилось. Я сильно постарел психологически. Очень сильно постарел. Знаете, ненапыщенные фразы. Я просто не могу прям себя всего на тысячи процентов показать. Очень... Это очень трудно. Это только прилично вообще невозможно. Но... Отношение ко всему изменилось. К... К себе. К окружающим. Ко всем этим вещам. Поэтому... У меня сейчас такая стрессоустойчивость. И... Комплексоустойчивость, что пипец. Но если у кого-то из вас есть, друзья, комплексы какие-то, то в 99,9% случаев на самом деле не все беспочвенные и очень глупы. Вы прекрасны. Это не голословное заявление. Прекрасны не в смысле, что вы все являетесь идеалом. Но самый парадокс в том, что та внешность является красивой, которая не идеальна до конца. Это очень важный фактор. Сейчас я вам приведу пример. К сожалению, мужской пример. Возможно, женщины меня поймут. Я думаю, поймут. Кто из мужч... А поверьте, я, кстати, говорю сейчас прям по личному опыту, ребята. Я имел общение. Сейчас заранее скажу. Ввиду своей деятельности, вы понимаете, да? Там съемок, телек и так далее. Я пересекаюсь с огромным количеством просто невероятно красивых девушек. Ну, прям пиздец. И... Что не парадоксально, некоторые из них... Бывает так, что там высказывают ко мне какие-то симпатии. Мягко говоря, скажем так. И... Вот сейчас, внимание, пример. Дорогие... Дорогие друзья мужского пола. Вот бывало такое, что вы встречали невероятно прекрасную девушку. В ней не капли жира. Она идеальная... Ну, капли... Капли... Не капли жира. Человек без жира жить не может вообще, в принципе. А, имеется в виду, что идеально все. Идеальное тело. Идеальное тело. Прекрасное, милое лицо. Ухоженное. Все прямо охуенно. И она стоит перед вами. Все такая заебатая. Действительно, вы понимаете... Вы мозгом осознаете, что она красивая. Но вот... Она вам не нравится. Не потому, что вы фетишисты, любите какие-то уродства. Нет, она вам не нравится. Она воспринимается вами не совсем живой. Она... Она странная. Она с вами говорит, общается. Она может быть даже не глупа, но... Ваш мозг не может влюбиться никак. У него не получается. И тут мы встречаем... Такую же прекрасную девушку, но у нее... Не такие красивые глаза. Или чуть-чуть не такие красивые формы лица. И вы... И она вам нравится. И так у всех. Абсолютно. И, конечно, кто бы что ни говорил... Но идеальный симбиоз... Мужчины или девушки, которые максимально понравятся всем... Это примерно... Короче, это... У вас должно быть красивое лицо. Но... Но... Не до конца идеальным. И вообще вся вне... То есть должна быть какая-то... Не то, чтобы фишка. Не путайте. А... Я не знаю. Ну так, по крайней мере, работает наш мозг. А вообще, если все упростить, дорогие друзья, то... Наш мозг настолько тупой, что... Именно мозг наш тупой. Дело в том, что чем... Чем прекраснее у вас брови и глаза... Вот разрез... Глаза, вот... Глаза, когда я говорю о глазах, я говорю... Давайте о ресницах, глазах самих, да? Вот... Насколько они большие, маленькие, там... Все, что связано с глазами. И брови. Вот эта вот часть, да? Вот чем она прекраснее... У вас. Вот чем она намного... Чем она красивее... Вот. У меня нихуя там за окном кто-то долбится, блядь... Головой... Твою мать, а... Гараж. Блядь, погодите. Сейчас прям звук такой... Прям какой-то пиздец был. Вот. Чем они прекраснее, тем больше вас людей найдут симпатичными. Вы можете быть... Если девушка или мальчик, неважно. Нерельефными качками, или наоборот качками. Это неважно. Абсолютно. Вы можете быть... У вас могут быть неидеальные скулы, неидеальная форма лица. Хотя, я опять же сразу оговорюсь, что... Если у вас там красивые, там, скулы там есть, там... Или губы красивые, да? Там, как это называется, сексуальные, да? Там, это считается, когда губы немного пухлые. Не прям жирные. А, как у... Прям это... А, ну, такие... Ну, как бы... Ну, девушки сейчас меня поймут. Да? Вот если у вас глаза и брови охуенные, вот девушки влюбляются пиздец как. Девочки не дадут соврать. Вот. Это... Вот это... Это такая... Самая львиная доля определения, насколько вы симпатичный. Или симпатичная. Это вот так вот работает мозг, странно. Он, конечно, учитывает все остальное, безусловно, там. И если у вас там, вы все в шрамах, и у вас, ну, прекрасные глаза, конечно, это будет отторгать многих людей. Но, я говорю, таких... Если у вас просто обычная внешность такая, ну, вот красиво, вот это все, то вас будут все находить симпатичным. Симпатичный или симпатичным. От вашего пола зависимости. Вот так вот работает странно наш мозг. Вот. Это как, знаете, вот с Диснеем, например. Правильно сейчас поймите. Вот там рисуют львиз, да? Что ей делают? Ей рисуют глаза, очень красивые, и реснички. Ресницы. И вот она львица. То есть, вы понимаете, что это животное. И что оно нарисованное. Но вы понимаете, что оно симпатичное. Оно как бы красивое. Оно привлекательное. Ну, то есть, вы как бы автоматически переводите его в человека. И если бы оно было человеком, девушкой, то вы так... Ну, да, типа, как бы, так, глаза так... Ну, как бы... Ну, в общем, правильно меня поймите. Трудно это выразить. Я думаю, сейчас многие такие сказали. Да-да-да, точно, я это уже замечал. Вот так вот, на самом деле, все просто. Поэтому, дорогие друзья, все нормально. И не пугайся, с немного лишнего веса есть. Или даже чуть... Ребята, это все... А! Все решаемо. Если вы хотите измениться, изменитесь. Это очень, на самом деле, просто. Вот. И только не ищите отговорок. Вот. Но... И так все нормально. Все эти воговские обложки этих модных журналов, навязанные идеалы. Это все очень смешно, на самом деле. Я вам как говорю, как не импотент. Вот сейчас девушкам говорю, что... Мне не нравятся, например, такие девушки. И поверьте, все моим друзьям они не нравятся. Они нас не вставляют. Мы не хотим их трахнуть или что-то типа того, извините за грубость. В сексуальном плане. Нет, мы хотим таких, как вы. Вот таких вот. Ухаживайте за собой. Не ляпайте на себя тонны косметики. Вы прекрасны. Подчеркните немножко ваши достоинства. Этого достаточно. И все. Каждый из вас может быть прекрасный. Если ты немножко пухленькая, например, и ты думаешь, что выглядишь плохо. На самом деле вопрос в основном кроется в подборе одежды. Особенно для девушек. Как это ни странно. Ты можешь выглядеть невероятно сексуально и офигенно. Просто подбери правильную одежду. И все. Все очень просто. Люди такие глупые. Они так заворачиваются на такую хуету. Боже, вы слишком много думаете о чужом мнении, дорогие друзья. И обращаясь к тем, кого это заботит. Безусловно, не ко всем. Слишком много обращайте времени и своих сил на мнение окружающих. Чуть поменьше, дорогие друзья. Безусловно, кто-то найдет вас уродом. Или уродкой. Жирным. Или жирной. Слишком дрыщавым. Или дрыщавый. Плоской доской. Кто-то найдет вас с ублюдскими чертами лица. Кто-то скажет, что у вас ужасные волосы. И он скажет правду. Не потому, что хочет вас засрать. А потому, что ему так кажется. Для него это правда. Вы не сможете угодить всем. И журналы вам в этом не помогут. Потому что вот уже один человек говорит. Что если вы такая, как на журнале. Я не считаю вас красивой. Парадокс, да? Хотя. Там. Как будто бы идеальные девушки. Поэтому, дорогие друзья. Будьте собой. Не запускайте, безусловно, себя слишком. Следите за собой. И меньше думайте о чужом мнении. Попытайтесь радоваться жизни. Средоточиться на себе. Едем далее. Так. Как-то мы ушли в дебри, извините. Немного не по теме. Ладно. Сергей, 4 утра. Господи. Сергей, сейчас еще это монтировать. Ничего страшного. Едем. Александр Смирнов пишет. Сергей, а в дальнейшем ты будешь проходить Far Cry 4 или Assassin's Creed Unity? Нет, дорогой Александра. Вот ты знаешь, ассасин. Ассасин. Может быть, там побегаем, человек. Far Cry. Черт поверь. Нет, наверное. Не люблю. Не очень бы стрелянки. Так. Так, едем далее. Так, это уже все повторяется. Повторяющиеся вопросы. Все повторяется. Блять, повторяется. Повторяется. Ага. Дима Кучеренко пишет мне. Сергей, здорово. Привет, Дим. Будет ли у тебя официальный выходной день? Например, во вторник выпусков не будет. Бля, вы знаете, ребят, я бы с радостью. Но вы на меня так наезжаете, некоторые из вас часто. Я там один выпуск выложу, и там уже куча какой-то хуеты в комментариях появляется. Типа, вот там выпусков становится меньше, вот еще что-то. Я искренне понимаю людей, которые не могут понять, что у меня очень много работы. Что мне очень трудно заниматься сторонним проектом. У меня очень много работы. Больше, чем, блять, большинство людей, которые вы знаете. И намного больше, чем у других блогеров. Другие... Я, как человек, который знаком с другими блогерами, я вам открою секрет. Из них почти никто не работает. Понимаете, в чем проблема? А мне надо работать. Поскольку мне нужно намного больше денег, чем им. Ввиду и семейных обстоятельств. Я уже говорил, что у меня бабушка, у меня нет ни отца, ничего такого. У меня бабушка, мама старенький. Ой, бабушка, дедушка старенький. И... Да и с дедушкой что-то хворает в последнее время. Чувствую, что... Ну, в общем, вы поняли. Вот. Мама уже тоже не молодая. Поэтому... Все самому приходится делать. Там, квартира, хуиры. Короче, я уже говорил. Не будем о грустном. Вот. И искренне не понимаю таких людей. И не понимаю, как можно игнорировать там предыдущие труды, которые были сделаны. Знаете, вот... Любовь аудитории, она... Она как бы в иском... В искомом высти... Она почти не существует ни у кого. Надеюсь, что у меня получается вызвать у вас какое-то позитивное отношение к себе. Да, ну, любовь... Ну, любовь, вы понимаете, о какой любви я говорю. Типа, как... Кшилл, который что-то делает. Не в смысле... Ну, вы понимаете, о какой форме любви я говорю. И вот... Многие люди... Их любовь вот так вот испаряется при... Вот так вот... Пух! При... Первых каких-то посылах, которые мне понравятся, Ты выбрал не ту игру, которая их устраивает. Ты начал делать меньше роликов. Все забывают сразу все, что ты делал до этого. Этого нет. Это пух. Как будто бы... Ничего не происходило. И почему-то многие начинают вести себя так, как будто ты обязан. И как будто бы тебе, знаете, пришли там, положили деньги. За работу какую-то. А ты недобросовестный человек. Ты ее не выполнил. И вы авторов в ловушку ставите в подобных случаях. Когда автор начинает вам отвечать в форме, которая вас не устраивает. Опять же, вас сейчас не про всех говорили, ребят. Как я говорю, у вас это какая-то группа людей, которые, возможно, слушают это. И которая ведет себя так. Вот. Когда вам отвечает, начинает автор лично, вы очень глупо и с неумением вести диалоги прикрываетесь фразой «бомбануло». Любой ответ автора, когда автор как бы спускается в аудиторию и начинает с ней вести беседы, и кому-то что-то разъяснять, и кому-то не понравился тон, то у автора бомбануло. «Легко обвинить автора, на самом деле. Автору сложнее обороняться от толпы. Автор перед вами, он на ладони. А вы в большинстве случаев анонимы». И, конечно, легко написать «Ха-ха, бомбануло, лах педальный», там, «отписывайся» или там еще что-нибудь типа того. Хотя у нас таких людей почти что нет, но все равно. Вот. Поэтому люди забывают. Люди забывают хорошее, помнят только плохое, требовательные, невоспитанные и хамабиты. Часть там бывают. Вот. Поэтому я и взялся целью создать у нас братство чая, объединить, так сказать, под одной гидрой какой-то, создать какой-то вакуум общения нормальный. Вот. Но иногда проникают к нам некоторые странные личности. Поэтому я бы хотел иметь выходной. Официальный, когда мне не надо было делать роликов. Мне очень не хватает сна. Я бы очень хотел поспать. Поспать. Хотя бы часов восемь. Хотя бы норму. Выспать. У меня очень мало сна. Я вот сейчас, я... Сегодня я посплю. Сейчас скажу, сколько. Часа четыре сегодня буду спать. Всего. Это нормально, там, когда ты нормально спал неделю. Но не когда ты спишь неделю так. Вот так вот. Поэтому боюсь, что, Дима, я не нарвусь на понимание, к сожалению. А так бы, конечно, хотелось. Роман Комаровский пишет. Были ли у тебя суицидальные мысли? Желание оставить все позади и устремиться в глухую бездну. Я бы мог вообще рассказать одну интересную историю про Сергея, от которой вы бы все бы охуели. Нет, нет. Сергей не пытался делать самоубийство. Но эта история относится к подобному типу вопросов. Ну да, это было бы не так интересно. Тогда бы сразу поняли... Хотя... Ну... Нет, нет. Не буду я вам это рассказывать. Может быть, потом... Когда-нибудь. Ну да, вы все поняли, почему Сергей такой, какой он есть. Вот так вот. И многие бы сразу поняли, какой я в реальной жизни, в смысле по общению. Вот так вот. С глазу на глаз. Но оставим это на десерт. Плохой десерт, кстати, говорю сразу. Десерт очень плохой. Сергей... Сергей фактически псих. Официальный. Вот. Но об этом как-нибудь потом. Итак, едем далее. Так, это мы уже отмечали. Никита Полежаев. Серег, привет. Расскажи, как ты провел выпускной после одиннадцатого класса. Так же, как провожу свои... Как Новый год, там, дни рождения и так далее. Никак, блядь. Все туси... Все тусят. Сергей не тусит. Сергей не врубается в эту хуйню. Сергей пошел, блядь. В колстуки, нахуй, домой. Сидеть один. Вот так Сергей охуенно спраздновал выпускной. Эм... Так. Ла-ла-ла. Эм... Так, это мы уже отвечали. Ну, давайте, вот, значит, Елена Маленко пишет. Привет, Сергей. Привет, Елена. Леночка. Отличное настроение тебе и удачи в делах и начинаниях. Большое спасибо. Приятно читать сообщения и вопросы, которые начинаются с таких пожеланий. Будь таким же целеустремленным и щедрым на внимание по отношению к нам, подписчикам, мы это ценим. Ну, а как по-другому-то, блядь? Это ж, по-моему, для этого и надо, нет? Я не знаю. Я просто не воспринимаю такую вещь, как звездность или что-то типа подобное. Сколько бы у тебя не было подписчиков. Как бы давно ты не был на телевидении. Блядь, это такая хуйня для мудаков. Это придумали пидорасы, которые хотят отличаться от других. Ставить себя выше, блядь. Способ ебучего самоутверждения для долбоебов, которые не в состоянии утвердиться в обществе, хотя бы на уровне разговора и своего интеллекта. Поэтому... Я всегда общаюсь. Никогда не закрываю личку и прочую хуету. Как долбоебы некоторые. Ну, многие их, правда, закрывают, потому что... Вы знаете, вот есть нормальные люди пишут, а есть прям дебилы. Ну, то есть... Полный пиздец пишут, то есть там... Некоторые оскорбления пишут просто так, потому что... Ну, типа, внешность, типа... Вот, и... Придираются какой-то, начинают типа срать. Вот. Мне бывает пишут, как тёлка выглядит. Ха-ха. Типа, серёжки там, блядь. Всякие эти, блядь, губы ебучие мои. Как у негра, блядь. Ну, блядь, ебучая генетика. Что я могу с этим поделать? Я не виноват, блядь. Ну, там пишут, знаете, типа, чё-нибудь... Бывает, угарно так напишут, типа... А чё ты как, типа, тёлка, блядь? И красавица, там, сколько стоишь? И прочая хуйня. Вот. Некоторые закрывают мою этому личку. И... Ну, я угораю над этой хуйнёй. Я не закрываю. Что вы мне писали сообщение. Это... Это хорошо. Итак, вопросы у тебя, Лен, есть. У меня такие вопросы. Читаешь ли ты... Читаешь или читал ты книги... Читаешь или читал ли ты книги по психологии? Я, да, читал и говорил даже какие, какие-то советовал. Вот. А уже отвечал на это. Так, ты говорил, что хотел побывать за границей. Увидеть много стран и интересных мест. А как насчёт тура по России? Где бы ты хотел побывать? Например, Байкал. Да. Сочи, Байкал. Крым. Ха-ха-ха-ха. Сейчас. Только осторожней, ребят. Я просто напомнил, ребят, там. Это, не бугуртите украинцы, там, или кто-то, кто к этой теме и неспокоен. Ну, просто по факту я ориентируюсь пока. Как вот так. Вот. Ха-ха. О, Боже. Вот. Эм. Да, хотел бы по России, почему бы и нет. Вообще бы я бы... Всю бы Россию объездил. Э-э-э. Наше болото. Леса. Ха-ха. Вот эти вот. Это круто. А почему? Прикольно. А какие пейзажи ты предпочитаешь задерцать, когда размышляешь? Или которые заставляют задуматься обо всем и ни о чем конкретном. Морские, водные, горные, равнинные, лесные, пустынные или что-то другое. Космос. Люблю в космос смотреть. На воду, на пейзажи, там, гор, полей, солнцем, вот подобных. Природу люблю. Природу и все сухие. Все, где нет блядского человека, который все портит. Если вы увидите фотографию природы, и она вам не очень нравится, убедитесь, что там нет ебучего человека, который ее портит. Попробуйте его закрыть ладонью, и, скорее всего, фотография станет прекрасной. Вот. Вот такие я люблю. Созерцать картины, картинки и так далее. Для получения эстетического удовольствия и размышления о бытии. Может быть, такие вопросы были. У меня терпения не хватило дочитать до конца все вопросы. И что, извиняюсь, да ничего страшного, Лен, тут не надо читать, безусловно, никому вопросы. Есть вопрос, задавайте, если он уже повторялся, я его пропускаю. Ни в коем случае вам не нужно перечитывать, извините, там, полторы тысячи сообщений уже. Это полный пиздец. Вот, поэтому не надо, не утруждайте себя, друзья. Так, значит, Александр Большаков спрашивает, какая у тебя операционная система? Windows 7 64. Значит, Анатолий Жуков пишет. Привет, Сергей, будь здоров, не хворай. Большое спасибо, Анатолий. А то чего ты часто кашляешь. Я не только часто кашляю, я и сморкаюсь, и что только я не делаю часто. Ты нам целый и невредимый нужен. Спасибо. Мне плохо и не только для вас было остаться невредимым, хотя бы для себя. Знаком ли ты с гарнитурой виртуальной реальности Oculus Rift? Конечно, знаком. И планируешь ли приобрести ее себе? Конечно, планирую. Для канала или для себя, а может и для того и другого. И для того и другого планирую, Анатолий. После того, как выйдет новая модель. Обязательно, первым делом я буду первый в рядах, в рядах заказчиков. Вот так вот. Едем дальше. Так. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, это мы отвечали. Ням-ням-ням-ням. Так. Ага. Дмитрий Противень. Эх, пирожков захотелось. Привет, Серега пишет. Привет, Дмитрий. У меня к тебе такой вот философский, если так можно сказать, вопрос. Представь, что тонут два человека. Один из них твой кумир, а другой твой фанат. Кого ты спасешь? Ха-ха-ха-ха-ха. Так получилось, дорогой Дмитрий, что у меня нет кумиров. И поэтому я спасу своего фаната. Хотя я не хочу, чтобы у меня были фанаты. Я не люблю это слово. Оно меня раздражает. Фанаты. В моих глазах оно унижает человека другого, которого я называю фанатом. Это в моем. Вообще это нормальный термин, да? В моем понимании это унижает фанат. Кто такой я и кто такие 99% людей, которые называют кумирами, чтобы кто-то стал их фанатами? Кто они такие? Что они сделали? Написали пиздатый трек? Снялись в фильме в роли, написанной сценаристом? Что они сделали? Они ничего не сделали. И я ничего не сделал подавно. Когда я найду лекарство от рака, остановлю войну, воспитаю, возможно, нескольких детей, или хотя бы одного достойного, который потом воспитает еще других достойных детей, которые, возможно, как раз откроются от рака, еще что-нибудь. Неважно, что сделать невероятное. Да, вы знаете, я буду с удовольствием называть людей фанатами, которые от меня фанатеют. Вот, потому что не стыдно называть людей фанатами, которые фанатеют от такого человека, потому что это достойно. Те, кто фанатеют от кинозвезд, телевизионных. Клоуны. Вы кто, фанаты клоуна? Нет. Вы просто зрители. Зрители. Вы просто пришли посмотреть. Вы обычный человек, такой же, как я. Вы пришли посмотреть какой-то видос. Вы зритель, а не фанат. Я могу вам нравиться. Вы можете, вы можете симпатизировать ко мне. То есть, вам может нравиться во мне что-то. Кому-то что угодно. Кому-то нравится мой характер. Кому-то может быть понравился я внешне. Кому-то нравится, что мои рассуждения. Кому-то еще. Но это не фанаты. Это нет. Это не фанаты. Вы не должны быть такие. Не то, чтобы я клоун. Но, по сути, это. Это такая форма клоунады. Поэтому. Вы сейчас можете сказать, что. Ну как же, Сергей. Клоун может поднять настроение. Придать силы духа. Делать какие-то вещи. И тем самым по цепочке. Бла-бла-бла. Там, вдохновить кого-то. Сделать лекарство от рака. Он сделал. И, по сути, как бы. Вот ты такой тоже молодец. Да, но важно помнить, что. Не я открыл лекарство от рака. Не клоун, который. Кого-то вдохновил. Это очень важный момент. Потому что того, кто может делать что-то невероятно достойное. Единицы. Того, кто может его вдохновить. Как бы громко вы не говорили про. Как важно вдохновление. Миллионы. Поэтому вы, мои зрители. Братство чая. Вы мое братство. Мы в братстве чая находимся. У нас есть верховный король. Это чай. Вот так вот. Мы, конечно, долбоебы поклоняться чаю. Но, блядь, почему бы нет? Люди поклоняются абсолютно разной хуете. Почему бы нам не поклоняться чаю? Мне кажется, это не самое плохое, чему можно поклоняться. Кстати говоря, о птичках. Опять что-то я много пишу о хуйне. Едем далее. А, так вот. И еще по поводу двух человек, которые тонут. А если прям откровенно. Ты сейчас, конечно, можешь сказать. Хорошо, Сергей. А если тонут два фаната? Кого бы из них ты спас? Да? И что типа того? Значит, миллиарды фактов, которые я бы оценил. Перед тем, как сделать. Смотрите, спасти надо по-любому кого-то одного. Не спасти никого. Надо спасти кого-то все-таки одного. Делаем условие, что двоих спасти никак нельзя. И есть миллиарды фактов, по которым бы я его спасал. Которые будут заканчиваться от возраста. Возможно, я бы взял какой-то вопрос. Там, на скорость. И решали бы все какие-то вот такие вещи. Ну, по сути, что бы я не выбрал, будет хуета. Это как бы вопрос без правильного ответа. Даже в отношении кумира-фанат. Ожидаемый ответ-фанат. Но, откровенно говоря, если... Меня может... От меня может фанатеть... Опять же, как... Мы уже забрались, да, с словом фанат. Просто тут так вопрос задан. Поэтому я использую слово фанат. Может, смотри, это наркоман и долбоеб. И может, никто не запрещает это делать. Правильно? Вот. Я, конечно, спасу тогда... Ну, не кумира, давайте так. У меня нет кумиров. А вот другого человека. Я не буду отвечать, знаете, такие популистикой заниматься. Типа, все ожидают ответ от меня фанат. Я спасу достойного. Хотя, не я вправе определять достоинство какого-либо человека. Никто не вправе это делать. Но если есть какая-то ситуация, насколько это возможно, я попытаюсь это сделать. Ну, сами понимаете, ситуация не из легких было бы. Зато откровенно, друзья мои. Максимально с вами откровенно говорю, без всяких этих... Высокопарных слов. Типа, нет, конечно... Ну, вы понимаете, короче. Не буду. А то... Всякие пидорасы любят заниматься социальными контрактами у нас в обществе. Их и так дохуя. Отвечают на ожидаемые вещи. Отвечают ожидаемыми ответами, чтобы общество радовалось. И делают ожидаемые действия намеренно. Вне зависимости от своего мнения. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Александр Демин спрашивает. Сергей, один вопрос. Ты озвучиваешь ясь против еды? Ну, я так понимаю. На телеке ты против... Да, это я его озвучиваю. Я озвучиваю не только на телеке ясь против еды. Я могу разную хуету озвучить. Поэтому, если вы где-то слышите мой голос, вам не кажется, это мой голос. То есть, вот так вот давайте просто. Да, это я. То есть, вы можете услышать в рекламе, в какой-то подводке, передаче. Неважно. Если слышите вот этот голос, значит он... Ну, разный. Я разными говорю этими, как бы, интонациями. Поэтому это может звучать по-разному. И... Все зависит... Все зависит от того, что я начитываю. Ну, короче, вы понимаете. Поэтому, да. Это я. Едем далее. А... Так, 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 так... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А, Анатолий Жуков снова пишет, значит, то же самое приветствие. Он нам пишет. Привет, не хворай, спасибо большое. И вот вопрос. Почему ты не монтируешь ролики? Можно было бы вырезать... Вырезать те моменты, в которых ты просто слоняешься в раздумьях. Не зная, что и как делаешь. Но вот эти моменты можно было вырезать. Я думал, что про монтаж ты говоришь. Знаете, там, типа, апгрейдживать летсплей разными шутками, вставками в видео. На самом деле, почему я этого не делаю? Есть несколько причин. Касательно вот того, что я не вырезаю какие-то тупеньки. Ну, не знаю. Они, ну, как бы, для полноты картины, что ли. Вот. А касательно того, что я угара не использую с видео, есть несколько причин. Первая, это причина прав на ютюбе. Когда ты используешь чужой ролик, даже какой-то знаменитый, там, юмористический, выложенный каким-то алкашом, ты ставишь канал под угрозу. Это важно помнить. Это первая причина, по которой я никогда не использую сторонний контент. Только с договоренности. Вторая причина, это... То, что просто пиздец, сколько потребуется времени на монтаж одного ролика. Шуток можно дохуя вставить туда, угарных, и летсплей будет намного смешнее, но тогда вы не увидите двух роликов в день, никогда больше. И не сможете даже... Даже не будет такого, что вы будете получать один ролик в день стандартно, ставить со смешным интегрированным монтажом внутри. Вот. Все же я не совсем летсплей... Я уже говорил, летсплей для меня все-таки больше как фон, друзья мои. Я это для вас до вас пытаюсь донести. Поэтому я не занимаюсь конкретно так вот. У нас так выходит, ну, достаточно смешные ролики. Не прям все. Нет, нет, нет. У нас, безусловно, не все. Есть какие-то, где мы просто болтаем с вами. Есть... Но есть игры, которые смешные. И мы там делаем смешно. Я вижу игру, я вижу, что она смешная, и я не пытаюсь там придумывать велосипед. Я делаю игру смешной. Максимально пытаюсь, так сказать, достать им удовольствие. Где игра серьезная, я пытаюсь максимально вникнуть в нее. Поменьше, так сказать, отсебятины, чтобы не портить вам атмосферу. То есть, стараюсь вот какую-то вот такую держать вам комфортное. Чтобы вам было комфортно смотреть. Вот. Едем далее. Так, ладно, в этом мы... О, господи, это мы отвечали. Так. Так, значит, Барсик Колд Фаер пишет. Сергей, был вопрос про нетрадиционников, то есть, в частности, геев. А как ты относишься к асексуалам? Или ты их... Или ты считаешь, что их на самом деле не существует? Дайте я вспомню, что такое асексуал, друзья мои. А, блядь, асексуальность. Чего я такой тупой, блядь? Естественно, асексуальность. Ну, вообще-то, конечно, они должны существовать, потому что это вопрос гормональный. Я уверен, что при определенном гормональном сбое, это такое может быть... Можно стать асексуальным и так далее. Если у человека нет гормонального сбоя, то, конечно, это пиздёж. Он не может быть асексуальным. С химией работает без твоего спроса. Она заставляет тебя вот так вот что-то испытывать. И ты не в состоянии это проконтролировать. Только если у тебя нет какого-то сбоя. Поэтому они существуют. Как я к ним отношусь? Ну, господи, это их выбор. Что я могу на это сказать? Они никому не мешают. Они ничего такого злого не делают. Почему я должен за что-то заставлять их трахаться? Что за бред? Пожалуйста. Это их выбор. Поэтому всё в порядке. Такие же люди, как и мы. Так, то же самое. Так, это политический вопрос. Я думаю, что мы его пропустим. Так. Значит, Сергей Ермачук пишет. Сергей, что насчет игр в Майн? Я понимаю, что он скучный. Но над ним придумали уже столько извращений. Что тебе хоть что-то будет по душе. Ой, ты знаешь, Серый, я не знаю. Блин, мне вот искать, бегать там эти извращения, которые мне порадуют. Я боюсь, что я, блин, года просру на это. Поэтому навряд ли мы в Майн когда-либо зайдём. Может быть, в качестве ознакомительном я просто для себя хотя бы зайду и запишу. Я просто никогда не был в Майнкрафте внутри игры. Ну вот хотя бы, блядь, сам пощупаю эту игру-то хоть. Ну, забавно уже, просто интересно посмотреть всё же, что это. Вот. Поэтому, короче говоря, есть вероятность того, что я когда-нибудь доберусь до него. И мы с вами посмотрим, посмотрим, что это такое. Вы, наверное, уже играли хоть раз-то, заходили. А Сергей вот нет. Так. Сергей Ермашев так спрашивает. И ещё, как тебе игры типа RPG с частицами логик? С частицами логических игр? Где всё зависит от того, как решишь ты. Охуенный. Обожаю, обожаю такие игры. Марк Васильев пишет. Привет, Сергей, как ты относишься к читерам? Как к хуесосам ебаным. Читеры ебучие долбоёбы, которые портят просто игру нормальным людям. Отношусь крайне негативно и пиздил бы их. Вот. Значит, дальше вопрос от тебя же, Марк. Как ты относишься к античитерам, которые кидают винлокер в скайпе, выводя, это как его, выдавая это за чит? Блять. Ой. Не знаю, но тоже негативно. Потому что на самом деле они ничего не делают. Просто пиарят свою ебало. Это делается на камеру, просто как шоу. Это форма шоу. У них нет никакой благой цели. Вот так вот. Едем далее. Так. Слава Черкашин пишет. Будешь ли ты проходить... Здорово, Серёга. Привет, кстати говоря. Будешь ли ты проходить игру Анабиос Сон Разум? Да что ж. Игра крутая, но старая. Что ж это, блять, за игра такая? Вы знаете, ну меня прям затрахали с этой игрой. Многие. Дайте я прям... Я не знаю. Взгляну, что ж это такая за игра Анабиос Сон Разум? Сейчас вам скажу. Буду, блять, её проходить вам или нет? Говорят, прям старая, но прикольная, типа. Ну, не знаю, друзья. Ну... Ну, может быть, пройдём. Вроде бы так норм. Может быть, пройдём. Да, вроде бы норм такая. Окей. Поехали далее. Что у нас там есть ещё из ваших вопросов? Так, уже отвечали. Так. Отвечали. Константин Межинский спрашивает. Сильно ли тебе симпатизирует тематика зомби-апокалипсиса? И как ты отнёсся? Будь она в реальной жизни. Нет, не очень симпатизирует мне. Она меня задолбала. Люди-идиоты. Не могут ничего своего придумать нормального. Выпустили там только зомби-апокалипсиса. И всё, пошли все клепать зомби-апокалипсис. Но я понимал, что деньги надо заработать. Но, блять, сколько можно? Одно и то же, одно и то же. Боже. Вот. Поэтому я отношусь... Не знаю. Мне не очень нравится зомби-апокалипсис. Я не знаю, почему никогда не испытывал какой-то особой любви. Но вот The Walking Dead. Ну, там дело не то, что я в неё играю, потому что там зомби-апокалипсис. А крутая история и взаимоотношения эти новые, которые строятся вот в этом новом мире. Это интересно. А остальное... Остальные игры зомби-апокалипсиси мне не нравятся. Надоели уже. Как бы я относился, если бы это было в реале, я бы, наверное... Я бы, наверное, отнёсся бы к этому плохо. Ну, потому что все бы умирали. Жизнь мирная бы закончилась. Начали бы... Мааа. Ничего крутого нет. Я хочу, чтобы всё было нормально в мире. Я хочу жить, радоваться, созидать, создавать. Я не хочу участвовать в этом разрушении, в этих убийствах, в этом, блядь, в этом каком-то бесполезном дерьме. Единственное, что я бы посоветовал людям долбанным, это контролировать блядская... Блядская эта, твою мать, рождаемость, которая уже задолбала... Кстати, перенаселением, которые уже столько и наплодились. Ну, это пипец, реально. Это, может быть, это может привести к плохим последствиям, на самом деле, к той самой войне, в том числе. Вот эти люди, твою мать, гандоны хоть каждому раздавали, что ли, я не знаю. Надо в некоторых странах запрещать к чёртовой матери иметь детей или, там, предпредел один. На какой-то промежуток времени. Вот. Поэтому, как-то так. Ладно, дорогие друзья, время уже начало пятого. Сергей сейчас умрёт, наверное. В плохом смысле, блядь, не вставать так рано, сука, я прям не высплюсь. Вот, ну что же, я надеюсь, вам... Вам, надеюсь, всё понравилось. Надеюсь, этот час был не такой нудный. И вам было интересно меня послушать, несмотря на мой немного утомлённый голос. Надеюсь, у вас всё хорошо. Надеюсь, вы здоровы, счастливы, бодры и веселы. А с вами был Сергей Хелье. Счастья вам, удачи и здоровья ещё раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok